Всем привет дорогие друзья, с вами обновившаяся винда, это все ли равны, а сегодня мы рассматриваем Эмира Амара. И я на всякий случай расскажу, что для поддержки канала можно не полениться и подписаться на этот канал, если тебе нравится смотреть этот контент. Ну а мы начинаем. Эмир Амар является добрым и общительным арабским лидером. Он понемногу разбирается во всем, включая управление экономикой и военное дело, но нападает он силой. По традиции будем разбирать описание, которое дали разработчики этому боту. Добрым и общительным арабским лидером. Это в действительности так, потому что добрее бота я найти вообще не могу в стронхолде. Вот есть еще султан, вот он тоже такой типа добрячок, все дела, но султана мы будем разбирать отдельно. Он понемногу разбирается во всем, включая управление экономикой и военное дело. Опять же, все в действительности так, у Эмира Амара всего понемножку и всего хорошо, и нападает он также силой. Причем здесь он действительно нападает силой. У него прям очень хорошие атаки, но о том, как их можно улучшить, вы сами помните, я расскажу в улучшениях. Нападает он конницей, причем конницы он использует нещадное количество, действительно очень много. У него также есть арабские лучники. Представляете, он даже европейскими лучниками нападает. Ну давайте, соответственно, возьмем его основную ударную силу, это арабские мечники. Ну а вот теперь инженеры, которых он использует в различных целях. Использует для постройки любых осадных орудий по типу башенных баллист, манганелей. Использует дополнительно огневые баллисты, использует катапульты и использует масля. Опять же, из тысячи армий можем перепроверить, насколько у Эмира Амара все действительно хорошо с войнами. Я буду для вас рисовать общее количество воинов Эмира, но рассказывать при этом о том, чем он атакует, как он атакует. Ну вот вы, в общем, поняли примерно, да? В общем, в защите у Эмира бывают одна-две катапульты. А знаете почему одна-две? А потому что я не знаю, каким-то образом он выстраивает их возле замка. И фишка в том, что в некоторых замках он эти катапульты начинает вести и вас напрягать, а в некоторых нет. Я бы даже сказал бы не две катапульты, я видел максимально три. Баллисты огневые. На меня он лично вез одну. Но он иногда держит еще в защите некоторые огневые баллисты. И поэтому будем считать, что он строит огневых баллист от одной до трех. Ну там манганели и башенные баллисты, это тоже нормальная фишка, которых он строит одну-две, что баллист, что манганели. И в каких-то замках он строит это, в каких-то замках он строит это, ну и тому подобное. Типа это нормально. Пять масляток в защите я больше не нашел. Сорок арабских лучников в защите. И знаю, что у него еще есть, по замку бегает много инженеров. То есть десять. Но этих инженеров еще дополнительно шестерочку он ведет в атаку. Он любит напрягать нас сорока арабскими мечниками. Вы представляете? Вы видите такой, типа атака эмира идет, да? И у него идет атака, ну там самая-самая первая атака. У него идет в атаку такое же количество мечников, как будто он вас напрягает. То есть вначале первая орда мечников идет, потом идет вторая орда этих самых мечников. И вы такие, ммм, а это точно ли не атака случая мне? Это напряг на самом деле, ребят, да. Плюс дополнительно десять европейских лучников, десять арабских лучников. Ну я говорил вам уже, что он очень часто нанимает много всякой ерунды. Но максимально из шести инженеров он делает три катапульты. То есть в любом случае в атаке будет у вас три катапульты. И иногда он может подвести одну баллисту и еще три катапульта из замка. Как-то так. То есть в принципе он может вас напрягать в идеале шестью катапультами. А теперь сравниваем его с волком. Понимаете, насколько все плохо, да, у волка? Ну вот я поэтому и говорил, что волк такой себе. Ну и соответственно самое великолепное войско, которое мне прям очень понравилось, это 100 конница. Вы понимаете, насколько это жестко. 100 конных лучников. Это 100 конных лучников, ребятушки. Еще ботами управлял бы, ой, было бы хорошо. Процент арабских мечников, оставшийся от всего, вы видите на экране. Я вам скажу так. Хоть и мир Амары мой любимец, но я буду его гнобить. Потому что гнобить его есть за что. Замок. И вот теперь мы подходим к самому интересному. Это замки Эмира Амара. Теперь я их буду разбирать все. Потому что это было попрошено. Соответственно, ребят, я ваши просьбы вижу, слушаю, читаю. Если вы что-то нашли, вот что можно добавить в эти ролики, пишите в комментариях. Я с удовольствием придумаю, как это можно реализовать. И естественно добавлю в ролики. И вот теперь мы смотрим на первый замок. И в первом замке у нас очень много всего. Я вам честно скажу, что у Эмира Амара такое ощущение, вот я сразу спойлерну, да, что три замка построены офигительным образом. Просто вообще невероятно крутые замки. А потом у разработчиков закончились идеи, они начали строить какую-то полную фигню. Как у Волка я называл это, замки-пустышки. У Эмира это не совсем замки-пустышки. Но все же. Итак, давайте я перейду к первому замку, а потом уже подытожу. Первый замок. У него там очень много всего. Целых 12 хижин, ребят. У кого еще из ботов есть 12 хижин? Четыре трактира. Это единственный замок, в котором у него четыре трактира и четыре пивоварни. То есть все нормально. И много пряников. Тоже очень хорошо. Даже три мастерских стрельника. И причем стоит оружейка. То есть все здесь нормально. Замок великолепный, я бы сказал бы. Это, наверное, самый лучший замок. И я вам расскажу про еще один лучший замок. Но у него есть одна огромная проблема. Второй замок. Тоже это не набор стен. Это, ну, примерно такой же, как и первый замок. Вот эти вот, конечно, сторожки по углам. Ну, в принципе, они вроде хороши, да. Ну, вроде как они мне не нравятся. Но смотрятся, знаете, гармонично, приятно. Во втором замке тоже много чего интересненького есть. Но просто по сравнению с первым у него 10 хижин. Соответственно, три трактира. Ну и... Пекарен чуть-чуть побольше. Ну и чуть-чуть поменьше пряников вообще в общем. То есть у нас, если в первом замке было вне замка 17 пряников. И внутри замка 16 пряников. То здесь у нас вне замка всего лишь 22 пряника. А внутри 7. То есть немножечко поменьше. Итак, и мы перешли теперь к третьему замку. И вот этот тот самый замок, о котором я хотел бы поговорить поподробнее. Какой дебил на разработчиках придумал ставить армоура, а не армори? Армори это оружейное, армори это бронник. Чёрт, Эмир не может добывать луки. В третьем замке. Потому что у него стоит мастерская бронедела. Вы понимаете? Вся фишка в том, что должны были поставить армори, а поставили армоура. В принципе, об этом замке больше нечего говорить. Я бы сказал бы, что он самый лучший. Потому что пекарен здесь аж 14. Он добывается здесь просто как сумасшедший. Если за место армоура поставить армори, то есть оружейное. За место всё-таки бронника. То это будет самый лучший замок у Эмира, который вообще имеется. Но даже исходя из того, что там всё-таки стоит мастер бронник, а не оружейное. Замок является хорошим и лучше, чем второй. Потому что экономика у него бешеная здесь. У него во всех замках, в принципе, две мельницы. Ну ладно, кроме пятого. И здесь же у него два колодца. Ну, кстати, у него в основном, у Эмира не колодцы, а ватерпооты. То есть водяные чаны. И, соответственно, тушиться он будет очень быстро. Это единственное, что можно сказать про этот замок. И это, наверное, самый лучший замок по экономике у Эмира. У него прям бешеная будет экономика именно в этом замке. А теперь поехали дальше. Четвёртый замок. И мы, начиная с четвёртого замка, видим, что в основном вся инфраструктура, ну или же дома, находятся вне замка. Я ненавижу расположение домов вне замка. Я ненавижу расположение бараков и казарм вне замка. Почему? Потому что лордом, когда ты хочешь зарашить бота, ты можешь подойти, уничтожить и убежать. Понимаете? А если оно находится внутри замка, то проходить становится намного сложнее. Вот из-за этого мне не нравится внешнее расположение. Такая же хренатень и в пятом замке. В пятом замке вообще всего лишь девять пекарен. И это одно из самых минимальных чисел этих самых пекарен. И одна мельница, что очень сильно влияет на экономику. Это единственный замок, в котором одна мельница. Да так же самое, как и мастерских стрельника. Здесь всего лишь две. Если в предыдущих, ну, в первых трех замках по три, несмотря на то, что даже мастер бронник стоит в третьем, а не оружейка. В четвертом две и в пятом две. Это ужасно. И пряников всего лишь девятнадцать. И все опять стоит вне замка. То есть эти пряники можно разбить или подпалить, не знаю. Это ужасно. Шестой замок. И вот вы видите, у разработчиков такое чувство, что кончились идеи. Замок такой же, как и вообще все остальное. Ничего, в принципе, здесь интересного нет. Вы ничего здесь, в принципе, не увидите. Стены такие же. Замок похож. Да у него все замки похожи. Все восемь замков похожи. Просто в некоторых экономика находится вне замка, а в некоторых экономика находится внутри замка. И если миру оставить три первых замка и в третьем поставить за место бронника оружейку, все. Это идеальный бот, у которого идеальные замки, идеальная экономика, и я могу заканчивать разбор на этом. Понимаете? В седьмом, да такая же фигня в седьмом. Только единственное, что в седьмом очень много пряников. Там 24 плюс 16. Это единственное, наверное, преимущество этого замка. 11 хижин. И в седьмом замке, как раз таки, у эмира, скорее всего, может быть 5 почтительности. То есть плюс 5. Так как эмир у нас добренький, то люди, соответственно, у него дерутся, как прям за султана, один в один. Ну, султан — это отдельная история. Эмира — это, скажем, такое крутое улучшение султана. И это очень приятное улучшение султана. Он бешеный. Ну и восьмой замок, соответственно, я так быстренько разберу, что 9 пекарен, 12 хижин, 2 мельницы, 1 колодец очень легко подпалить. В принципе, пряников среднее количество 30. Ну, 15 внутри, 15 вне. Там 3 трактира. Трактиры везде, кстати, по 3, во всех остальных замках, кроме первого. Ну, пекарен малое количество, я уже говорил. В принципе, тоже говно. Потому что все находится в основном вне. Подытожим. Да я уже подытожил, что 3 замка у эмира самые крутые, а остальные все полная фигня. Экономика. С экономикой у эмира обстоят дела намного лучше. Потому как эмир действительно является хорошим экономистом. Он ставит аж 4 каменоломни с 8-12 привязями для валов. Но, честно, у меня он больше 10, очень редко когда ставил. Он не скупится на лесопилке, которых он ставит в количестве 10 штучек. Это, наверное, осталось от султана. Он ставит 3 рудника. Зачем? Ну, для продажи железа, наверное. 6 яблоневых садов, 4 хмельника, 10 зерновых ферм. Эмир ставит 20 зданий в оазисе. Эмир имеет экономику в основном оазисную. И из-за того, что у него 10 зерновых ферм, соответственно, развитие у него идет в основном в хлеб. У эмира нет никаких улучшений по экономике, типа он там закупает какой-то ресурс и все такое. Вот у него есть яблоки, есть хлеб. Все. У эмира есть хлеб, есть яблоки. Отлично. Наверное, единственное, что я могу сказать в пользу его экономики, это то, что он нанимается очень быстро и очень много. Если вы расправляетесь с его атаками очень быстро, то могут возникнуть такие небольшие проблемки у эмира, по типу того, что денежки у него закончились. Экономика у него очень хорошая и, в принципе, он уходит в плюс. Уходит довольно быстро в плюс. Не как Саладин, не как... Султан, хотел сказать. Не, не Султан. Не знаю, еще кто. Ну, наверное, вот с эмиром может сравняться какую-нибудь Назиру, которого тоже очень много лучников. Но давайте Назира оставим на потом. Сейчас мы как бы разбираем эмира, все такое. И теперь обратимся к таблице распределения силы юнитов. А в таблице распределения силы юнитов я добавил Манганели и Башенные Баллисты. Манганели я выделил как самые лучшие войска. Ну, вы помните, шесть камней, очень сильно уничтожают, там, все дела. В основном, короче, лучше всегда их использовать, потому что все равно на вас будет нападать силой. В любом из двух возможных случаев. Вообще лучше использовать комбинированное количество, что Баллист, Башенных, что Манганели. И, в принципе, они как бы равноценны. Ну, просто я разместил Баллисты чуть-чуть пониже, потому что, ну, они чуть-чуть похуже. Лично, по моему мнению, это чисто субъективное мнение. Их можно было разместить, в принципе, на одном уровне. Ну, вот он использует всех-всех-всех юнитов. Я думаю, вы помните каких, перечислять я не буду. Все проценты, соответственно, и количество юнитов в основном вы видите на экране. Арабских мечников он использует очень много. Там, всех остальных он использует, ну, так себе, вроде бы по ерунде. Но здесь самое главное, это 100 конницы. Блин, как же ж это много. Как же ж это много. И вот теперь пришло время спойлерить. Блин, как Эмир классно уничтожает этого Саладина просто. Вы представляете, у Саладина фул войско стоит в замке. И вы такие, ага, 100 конницы. 100 конницы приходят, просто раскидывают вообще всех лучников, которые только имеются. Всех огнеметателей, которые только имеются. И только после этого выступают арабские мечники. Арабские мечники идут немножечко быстрее, чем обычные мечники. Но, по-моему, немножечко медленнее, чем пикинеры. И все равно волку мешало то, что его расстреливают лучники. Эмиру Амару ничего не мешает. 100 конницы, до свидания. Минус Манганель, минус какая-нибудь баллиста, минус все лучники на башне Саладина. Ни хрена у Саладина нету. Соответственно, арабские мечники спокойно проходят. Их мало кто расстреливает. Ну и Эмир Амар с первой же попытки за 5 минут расправился с Саладином. Я даже не стал перепроверять, потому что 100% со второй попытки 100 конницы расстреляли бы всех лучников и произошло бы абсолютно то же самое. А вот как раз таки про улучшение я поговорю сейчас. Эмир Амар, что тебе, друг, можно было бы улучшить? Да, ты мой любимый бот, только потому что ты просто бешеный антираж. Ты офигительно быстро нанимаешься. Ты все офигительно быстро делаешь. Экономику. Это первое, что нужно улучшить Эмиру. Он супер быстро нанимается, он супер быстро расходует деньги. В этом огромная проблема Эмира. И нужно ее каким-то чудесным образом решить. И если эту проблему решить, Эмир Амар станет просто сумасшедшим. Вторая проблема. Лучники. Черт подери, у тебя имеются мастерские стрельники. Да переведите их, пожалуйста, разработчики на не лучников, а на арбалетчиков. Пусть Эмир закупает кожаные броньки. Стоят лучники 12. Арбалетчики в этом случае будут стоить 45. Это не такие уж и большие потери. Особенно если Эмир будет этих арбалетчиков использовать. Понимаете? Это будет очень круто. Эмир использует арбалетчиков. У Эмира просто бешеные войска. То есть у него помимо того, что много лучников, всегда много арабских мечников. Чтоб ты на него напал, и ты как бы видишь, что у него, ну, около 120 арабских мечников, если он подготовил атаку. Если он не подготовил атаку, все равно около 40 это будет. И ты такой, блин, а что с ним делать? Его зарашить ассасинами по факту вообще нереально. Потому что он нанимается как сумасшедший. Замки у него, ну, не считая вот этих круглых башенок, как я говорил, они вроде нормальные. Квадратные каменные башенки говно. Но, блин, они слишком дорогие, понимаете? Они слишком дорогие. Да, в принципе, можно чуть-чуть Эмиру было бы. Улучшить толщину стен, убрать вот эти сторожки. Ну, или сделать как-то более интересно. Выкопать рвы, поставить рвы с нефтью, поставить волчьи ямы. Это было бы все круто. Ну, слава богу, он хотя бы масляток делает, а не огнеметателей. Это уже более-менее. Ну, и Саладина, конечно же, он убивает. Здесь комментировать, в принципе, нечего. Спасибо за просмотр, ребятушки. Надеюсь, что вам понравилось. Не ленитесь, подпишитесь. Тем более, ребят, это бесплатно. Один ваш клик делает меня очень-очень счастливым. Ребятушки, у нас уже почти 1300. Давайте догоним 1500. Ну, а вам спасибо за просмотр. С вами был Роджин. Кто будет следующим, во все ли равны? Напишите в комментариях. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До встречи, ребят. И до следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok